Первая часть вопроса – это то, что выезжают. Вы знаете, у нас открытая сторона, слава Богу. И то, что человек имеет в нашей стране возможность выбрать любое место жительства и место работы, сделать это свободно, это очень большое достижение в современной России. Нельзя людей обвинять в том, что они ищут для себя достойную работу и находят её, если находят, где-то за пределами Российской Федерации. Наша задача не в том, чтобы хватать и не пущать, как у нас говорят, а в том, чтобы создать самим здесь, на территории Российской Федерации, достойные условия жизни и оплаты труда для высококлассных специалистов. В чём-то нам это уже удаётся, где-то пока нет. То есть сейчас только что вернулся из Дальнего Востока, где во вновь открывшемся университете разговаривал со специалистами нового медицинского центра университетского. И там есть специалисты, которые вернулись из-за границы. Это, по-моему, из Сингапура, что я вернулся, доктор. Причём он там был очень на хорошем счету, хороший доктор, хороший специалист. Я его спросил, от чего вы вернулись. Он говорит, ну как, такие возможности, на таком оборудовании поработать, условия хорошие. Вернуться к себе на родину, в среду родного языка. Я говорю, сделать с удовольствием. То же самое происходит в некоторых научных сферах. Рабочая сила всегда, условно, конечно, я говорю, но люди, особенно с высокой квалификацией, всегда ищут места для наилучшего применения своих знаний и способностей. Это абсолютно нормально. Мы должны работать в направлении возврата тех, кто уехал, и создания условий для работы тем, которые работают здесь, чтобы они никуда не уезжали. Лабораторные. Для учёных это лаборатории, место жительства, жилищная проблема, уровень заработной платы. Всё это не сделать в одночасье, всё это должно постепенно расти. Повторяю, что-то удаётся сделать, что-то пока нет, но мы знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. А, теперь по поводу выборов мэра Москвы. Кто бы ни был избан москвичанин, федеральная власть будет работать с любым будущим мэром Москвы. Это совершенно очевидный факт. Сегодня, правда, по всем социологическим вопросам лидирует исполняющий обязанности мэра Москвы Собянин Сергей Семёнович. У него там не помню сколько, там за 60%, по-моему. Причём это дают, такие цифры дают исследования самых разных независимых социологов. Я думаю, что они объективными являются. Даже не то, что думаю, я даже не сомневаюсь в этом. Он очень опытный человек, спокойный, он такой не очень публичный. В известной степени, даже молчун такой, я люблю таких людей. Он меньше говорит, больше делает. Мне показалось, что люди это почувствовали. Это очень важно. Если же вдруг случится так, что кто-то из оппозиционеров его обгонят в этом, ну что ж, значит, к тому и будет работать. Но работа, знаете, по управлению таким мегаполисом, каким является Москва, требует знаний, требует большого опыта, навыков работы. Здесь недостаточно кричать «караул держевора», или мы завтра всех присажаем в тюрьмы за коррупцию, или мы завтра придём и всем раздадим по тысяче долларов для начала, а потом ещё по пять. Ну это, как правило, предвыборные всё агитки. А вот работать системно, спокойно, без шума и пыли, но добиваться результата, это сложнее гораздо. Мне кажется, Собянин это умеет. Ну, посмотрим на результат. Собянин это умеет. Это отношение не к опозиции, а к человеку, который допустил, по мнению правоохранительных органов, нарушение действующего закона. Ведь где этот господин не появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, но всегда за ним какая-то проблема. То спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не декларировал. И это очевидный факт. Что касается того дела, о котором вы говорите, я там, разумеется, в деталях его не знаю, но знаю, что по этому делу есть обвинительные приговоры суда. И люди, которые получили обвинительный приговор, согласились с ним и даже отказались его оспаривать. Так что это не тот случай, когда просто оппозиционер охватывает за то, что он власть ругает. Там есть над чем подумать, о чем поговорить и суду, и правоохранительным органам в целом. Но оседлать модную тему борьбы с коррупцией, это еще не значит уметь управлять городом 12-миллионным и самому эффективно бороться с этой коррупцией. А вообще-то, если человек говорит о борьбе с коррупцией, он сам должен быть, прежде всего, безупречно чистым. Я думаю, что это то же самое и в Соединенных Штатах. В любой другой стране. Но есть, конечно, ситуации и есть политические группы, которые предпочитают вообще никаких контактов не иметь. Но это путь никуда. Это путь конфронтации и к беспорядкам. Но то, что у нас после принятия нами законов о либерализации в деятельности политических партий в разы увеличилось количество партий, представленных на выборах различных уровней, в муниципалитеты, в регионы, это факт. В разы там просто увеличение. Являются они независимыми или нет? Безусловно. Безусловно, полностью. Есть при этом политические партии, которые сами стараются наладить отношения с властью, стараются сделать их более конструктивными, стараются добиваться изменений в деятельности исполнительных органов власти. Есть те, которые просто критикуют и предлагают, как им кажется, более рациональные и эффективные способы решения проблем, перед которыми стоит регион либо страна в целом. Но то, что они являются независимыми, это очевидный факт. Вы сейчас упомянули о некоторых наших позиционерах. Они что, разве они являются зависимыми? Или вы их в этом подозреваете? Продолжение следует. Я guess what I'm trying to get at is whether there is a sort of tame opposition as opposed to and I guess it's a matter of degree in some cases. But you do have people like Mr. Navalny who I just mentioned который, кажется, очень сильно оттягивает системы снаружи. Он не может работать в политическом системе и успевать? Но там есть проблемы. В этой связи у меня, к сожалению, есть подозрение, что это просто способ завоевать очки, а не истинное желание решать проблему. Но неважно. Дело в том, что вы послушали бы, что говорят, например, представители других партий, скажем, коммунисты, представленные в парламенте, как они критикуют власть, насколько жёстко, как иногда критикуют власть наши эсеры, у нас есть такая справедливая Россия. Есть непарламентский или господин Жириновский иногда так наваливается не на федеральную, а на региональную власть, что мама не горюй, как у нас говорят. А те силы, которые не представлены в парламенте, их ещё десятки сейчас, там даже и сказать трудно, кто и чего и как критикуют действующие власти. Мне хотелось бы, чтобы не то, чтобы критики было меньше, а то, чтобы хотелось бы, чтобы она была более литературно, лучшим образом литературно оформлена. Ну, такова же наша политическая культура. Думаю, что постепенно и здесь будут позитивные изменения. Я думаю, что вполне можно сказать, что я прагматик, с консервативным уклоном. Мне, пожалуй, даже будет трудно это расшифровать, но я всегда исхожу из реалий сегодняшнего дня, из того, что происходило в далёком и недалёком прошлом, и пытаюсь эти события, этот опыт спроецировать на ближайшее будущее, на среднесрочную и отдалённую перспективу. Так что, вот, что это такое? Прагматичный подход или это консервативный? Вы уж сами, пожалуйста, определите. Наверное, вы правы. И всё-таки я думаю, что в этом есть определённый смысл. Консерватизм – это совсем не значит застой. Консерватизм – это значит опора на традиционные ценности, но с обязательным элементом, нацеленным на развитие. Вот это, мне кажется, абсолютно принципиальные вещи. И, как правило, в мире почти во всех странах складывается ситуация так, что консерваторы накапливают ресурсы, накапливают средства, возможности для экономического роста. Потом приходят революционеры, всё это быстро делят так или иначе. Ну, революционеры условно, это могут просто представители левых движений, левых партий, или действительно радикальные люди. Потом всё быстро делят, всем это нравится. Потом наступает период разочарования. Оказывается, всё уже съедено и испорчено, и надо бы опять зарабатывать. Люди это осознают и опять зовут консерваторов. И вот они опять впрягаются, начинают работать, опять что-то накапливают. Потом их опять говорят, ладно, хватит, уже накопили, достаточно, пора делить. Ну, вот такой круговорот в политике, он постоянный. — Мы уже два часа беседу, я не знаю, сколько у нас ещё есть времени. — У вас его и не было, и нет, но если у вас есть вопросы, пожалуйста. — Знаете, я хотел бы задать вам вопрос на тему, которая активно обсуждалась в благосфере после вашего отпуска. — После отпуска? — Конечно. — Про щуку, что ли? — Во-первых, все обсуждали щуку, её пытались взвесить на фотографии, посмотреть в толщину, на её длину. А потом стали обсуждать, что вообще ничего этого не было, потому что и одежда та же самая, которая была несколько лет назад. — Нет, во-первых, ну часы у меня все время одни и те же, а одежда, во-первых, новая совсем. — Во-первых, она очень похожая, просто это охотничий камуфляж, но новая, это приобретено было для этой поездки. — Вот это первое. — Второе. — Щуку я действительно поймал. — Это первая моя щука в жизни вот такого размера. — Там внутри у неё оказалась ещё рыбёха, внутри щёки она, грамм на 200, что ли, 50 или на 300. Поэтому, я думаю, она такая тяжёлая оказалась. Я тащил её три минуты, это всё зафиксировано. Я после этого изменил отношение к рыбалке. Я, честно говоря, был такой, ну никакой рыбак, но это действительно породило определённый интерес к рыбалке. Кстати говоря, поймал её на такую вот маленькую блесну, которую производят малые семейные, по-моему, предприятия в Красноярске. Называется она «Царь рыба», это маленькое предприятие, и блесна так и называется, «Царь рыба». Я специально сделал фотографию и хотел отослать её производителям этой блесны. Всё, не успеваю, но надеюсь… — Какая реклама будет? — Надеюсь, что я это сделаю, а по делам они заслужили эту рекламу, потому что вот результат. Но я думаю, что здесь нет ничего удивительного, что такой никудышный рыболов, как я, поймал такую щуку, потому что там почти людей-то нет. Точнее, почти там нет людей, это ближайшее жильё за 300 километров от этого озера. Озеро высокогорное на высоте 1700 метров. Там нет никого, кто вылавливал бы эту рыбу-то. Поэтому, ну что там, видимо, это не такая уж большая доблесть, на самом деле. Но после этого я, пожалуй, займусь рыбалкой по-серьёзному, мне понравилось. — Спасибо. — Вам спасибо. — Спасибо. — Спасибо большое. — Как бы здесь мне ничего не испортится. — Спасибо. — Спасибо. — А-а-а. — Спасибо. — Спасибо. — На мой репотередCI Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...